Морган, морган, либо лёйте, продолжаем разговор. Лекцион 5. С чем мы познакомимся, что мы увидим уже в пятом уроке Камяновой. Смотрите, я сейчас чуть-чуть немножко увеличу, приближу все основные моменты, сразу ссылку даю на наши таблицы. Вы должны видеть язык сверху. Мы увидим здесь винительный падеж, пока вот, ну, в виде артикля, определенного или неопределенного. Мы уже немножко познакомимся с некоторыми суффиксами, которые будут четко указывать, что это эндеклинацион, вот это вот склонение на эн, тех самых некоторых мужских названий существительных, которые нестандартно принимают окончание в падежах. И мы увидим глагол haben, иметь в этом вот нашем presence, пока в настоящем времени. И даже такой вот негацион, как это, отрицательные артикли его называют, или негатив пронумен, отрицательное местоимение kein, никакой, а он делается точно так же, как и ein, как вы понимаете, только с буквы к, ну, звучит так же, выглядит, да? Мой твой, mein dein, то же самое, что ein, по типу склонения, и kein, никакой, то же самое, что неопределенный артикль. Отсылаю сразу вас к какие-то номера в нашем курсе. Я имею в виду, вот вы заходите и повторяете, если кому надо более углубленно, так, Комянова вот здесь, вот новые уроки каждый день докладываю, а вот к пониманию немецкого и номера сразу себе на homework напишите, на домашку, если вы еще не смотрели. Морфология, немножко там зацепим это. Вот склонение существительных склонения на n, вот оно сейчас уже будет. К пониманию идеи падежей, к пониманию артикля, определенный, неопределенный артикль. Вот это все, что касается сегодняшней темы. Ну, haben, как глагол индивидуального спряжения. Если что, кому интересно, можете сразу посмотреть и все его формы. Вот в конце у нас помогательные и модальные глаголы немецкого. А так как sein быть и haben, иметь, это как раз помогательные глаголы, там вот как раз все его основные три формы мы рассматриваем вместе с модальными. Ну, это сильно наперед, можете туда пока не лезть. Пока достаточно просто заучить haben в настоящем времени. Те же типичные окончания. То есть просто помнить хорошо окончание презенца. Поехали более подробно. Ну, опять же, каждый раз какое-то явление видим, сразу его закрашиваем у себя в нашей системе мира немецкого. Что такое винительный падеж? The accusative. Это косвенный падеж, потому что он уже не просто называет предмет как nominative, да, а показывает when, кого или вас, что, что, что. Кого что я имею, кого что я люблю, кого что я вижу. И мы уже немножко упоминали, что только по мужскому роде будет видно, что это accusative, а вот женский и средний будут совпадать. Смотрим, где мы это увидим. А вот смотрим сейчас на артикле, так будет более наглядно. Мы с вами уже разобрали, ну, самое-самое главное уметь называть просто фразу, да, что der, например, gute Mann, das gute Kind, die gute Frau, die guten Leute, да. А если вы теперь их видите, любите, вы скажете, ich liebe этих хороших людей, die guten Leute, никак не поменяется, равно, да, вот сейчас вот по сути, по форме слова accusative не отличишь от номинатива, только по порядку слов-предложений вы понимаете, где люди любят вас, а где вы любите людей. Если вы, конечно, не мизантроп, да, кто-то скажет, не люблю никаких людей. Ну, ладно. Здесь вот die gute Frau кого-то любит, а здесь вы любите эту хорошую женщину. Ich liebe die gute Frau. Опять никак не меняется. То есть по форме всей фразы вы не поймёте, где женщину, а где женщина. Здесь вот das gute Kind, а здесь вы имеете, любите кого-что. Das gute Kind. И только... Сейчас возьму другой цвет. И только мужской род будет отличаться. Если der gute Mann – хороший человек, хороший мужчина, то если ich liebe этого хорошего мужчину, то вот это всё го-го-го мужчину уже будет проявляться в немецком через N. Ich liebe den guten Mann. Да, но сейчас пока больше на артикль. Сейчас прилагательно давайте уже не будем на нем циклиться. Сейчас пока хотя бы, чтобы усвоили артикль. То есть что мы видим? Считайте, вы половину всех склонений уже выучили. Почему? Потому что номинатива кузати в совпа дает кроме вот мужского рода. Обратите внимание, то же самое, естественно, в unbestimmte Artikel, в неопределённом артикле. Если ein Mann, то я вижу einen Mann. Если был ein Kind, то я вижу ein Kind. Ничего не поменяется. Если eine Frau, то я вижу eine Frau. Ну, а для плюрала я всегда беру keine, потому что никакие вот можно сказать в немецком. А вот eine, одни какие-то нельзя. Поэтому, чтобы уже этот unbestimmte Artikel сюда как-то подтянуть в одну тему, под одно правило, чтобы понимали, что kein, так же само, как mein, да, можно ещё брать meine, мои, да, мы только eine не можем взять для плюраля, его нет в плюрале, да, вот, поэтому meine, keine, можно в качестве плюраля брать какой-то пример. Если тут у нас был ein Mann, ein Kind, eine Frau, то давайте возьмём keine Männer, никакие мужчины, да, keine Männer, или meine Kinder, мои дети, или meine Männer, мои мужчины, в качестве примера, да, и получится вот такая вот keine или meine, но вы уже догадались, что когда вы будете видеть или иметь никаких детей, например, ich habe keine Kinder, кстати, да, вот, как вы скажете, у меня нет детей, ich habe кого чего, кого что, я всегда с родительным путаю в русском, кого что, вопросы, кстати, для тех, кто не смотрел, мои объяснения, ещё раз напоминаем, если именительно это wer, кто, вас, то, акузатив, это, кого, wen, вас, всё то же, что и в русском, кто, что, кого, что, и вы видите, куда эта буковка, да, вот она чётко совпадает, обязательно просмотрите моё видео, там про идею, поддерживай, я там всё-всё это рассказываю, как никогда не путаться, как понимать все эти окончания, по соответствию, wer, кто, der, он, вас, что, das, оно, понимаете, о чём я, wen, кого, den, кого, вас я вижу, кого я вижу, что я вижу, das, kind я вижу, понимаете, откуда это всё вытекает, откуда это берётся, многие это не отрефлексируют, многие это не понимают, что должно совпадать, кого, чего, кого, что, кому, чему, ему, кого, его, да, это же они просто так по деже придумывались, они же не вер, это r у меня, sorry, вер, wen, вас, и вот оно чёткое соответствие, ну, про женщину опять забыли, как я всегда шучу, ну, вот, вот вам ответ на ваш вопрос, соответственно, и дать, уже забегая наперёд, dem, откуда взялось, потому что в дате вопрос, vem, кому, вот вам и ответ, что такое вопрос и окончание совпадает, потому что это один падеж, иначе бы этого падежа просто не было, да, иначе бы этого уже не было падежом, итак, что мы сказали, подытожим, что мы встретились только что с вами уже с Акузачевым, да, и уже понимаем, что по сути нечего учить, всё легко, кроме, ну, вот этого вот отклонения, да, вот здесь вот мужской только не совпадает, а плюраль тоже будет, я имею, keine kinder, или meine, что-то я имею, или вижу что-то, и получается, что действительно, плюраль равен, но у меня в Акузате, в женский равен, средний равен, и только вот здесь вот у нас неравенство, так сказать, проявляется, в том смысле, что надо всегда помнить про Акузате, вот это яркий пример, видим n, скорее всего, это Акузате мужского рода, почему я сказала, скорее всего, потому что, посмотрите внимательно, есть ещё случаи, когда будет артикль den, да, но это мы когда-то в дате будем рассматривать подробно, всё, смотрим более подробно, теперь снова возвращаемся сюда, и вот нам дают такое объяснение, да, что только в мужском роде Акузате меняется, и даже прилагательно тоже это будет как-то отражать, смотрим, винительный падеж для Акузате с неопределённым артиклем, вот мы это видим, einen man, einen computer, существительно с определённым, то же самое, ваше den будет высвечиваться, n, вот это будет всегда повторяться, почему, потому что падеж отвечает на вопрос when, кого, да, или вас, что я вижу, и там, где мужской род, when, это для мужского рода, по сути, получается вопрос, а вас как бы для среднего, да, указательное местоимение, естественно, с тем же сигнальным окончанием, притяжательное, естественно, с тем же сигнальным окончанием, и даже, мы уже зацепили немножко, прилагательное, тоже будет с этим сигнальным окончанием, но это уже другая схемка, это просклонение прилагательных, у нас она тоже есть, но я ее сейчас, сейчас вам добавлю, покажу, в какую клеточку надо смотреть, почему же прилагательное, тоже n, n, где это найти, смотрим, так, подвисло, окей, вот, наши огромные схемули, все это, которые я вам рисовала, вот, смотрите, если брать, ну, вот, если чуть-чуть вот так вот уменьшить, я сейчас про вот это, вот эту схемку, это все мои объяснения, как раз, которые, которые там в видео, в курсе в нашем, смотрите, когда, сейчас закрашу, куда смотреть, какую клеточку смотреть, почему у нас прилагательное, тоже, вакузативе n, вот эта клеточка, сюда смотрим, я вижу этого хорошего человека, я вижу этого хорошего человека, то же самое будет, вот, после ein, после mein, вот оно, вот этот сейчас нюансик, мы рассмотрели, точнее, вот там дает Камянова, она дает сразу прилагательное, в этом тоже есть смысл давать сразу, чтобы вы уже запоминали всю номинальную фразу, ich habe einen guten компьютер, я имею, я вижу, какой-то один хороший компьютер у меня есть, так, да, неопределенный и определенный артикль, указательный, все то же самое, окончание вот это n, приобретают, это такое вот сигнальное окончание для мужского рода, но есть, сейчас плавно переходим к существительным n-деклинацион, или, как их еще называют, существительность слабого склонения, или существительность женского склонения, вот те самые лица мужского пола, но которые нестандартно себя ведут во всех падежах, об этом мы уже чуть упоминали, или более подробно, прям все-все-все об этом, в отдельном вот этом как раз видео, про n-деклинацион, какие относятся к этому n-деклинацион, существительным мужского рода, с окончанием на e, de a yung, это вроде как он, а слово выглядит как женского рода, да, и поэтому во всех, сейчас я сразу покажу вам, о чем речь, вот n-деклинацион, смотрим, это мужские субстантивы, ну, еще одно слово das hiat, среднего рода, так вот, смотрите, вот у них будет во всех падежах окончание n, ну, соответственно, и плюраль у них тоже, множественное число, делается через n. Какие это суффиксы? Вот мы только что видели, de a yung, de a bube, de a kollege, тут я перечислила почти все, да, это либо malige personen, либо некоторые национальности, либо там животное, звание животных, и ряд суффиксов, то есть вы теперь понимаете, еще раз себе посмотрите в памятку, куда смотреть, какую тему мы сейчас поднимаем, да, и мы сейчас пытаемся сразу показать вам, что в акузативе некоторое существительное, само существительное, не только у него будет вот den меняться, да, а у него еще и окончание будет, в русском это неудивительно, каждый существительное имеет окончание в каком-то падеже, а в немецком нет, как вы видели, это редчайший случай, чтобы существительное имело окончание. Получается, den jungen, это кого? Что? Парня. Я вижу мальчика, вижу парня. Это не множественное число, к чему я веду, что многие путают. Это не множественное число, это просто мальчика, да, вот это вот окончание. der kollega, коллега он, а я вижу, ich habe den kollegen, einen kollegen, я вижу одного коллегу, или моего коллегу. Вот это вот окончание как раз показывает, что кого, что коллегу, да. Некоторые существительные, давно тратившие окончание, но все равно относятся к этому склонению. Der mensch мы уже упоминали, помните, я вам там уже говорила, что menschen будет, да, человек. ich sehe einen menschen, вижу какого-то человека, да, или den menschen, вот, человека. Der herr, очень часто, вы постоянно будете его использовать, вижу одного господина. ich sehe einen herrn, вижу какого-то господина там, вот оно показало, окончание. Какие еще у нас существительные? А вот эти суффиксы, мы их уже все смотрели. ent, ant, et, ad, od, ist, nom, sov, graf, log, biologa, psychologa, да, когда-то профессии. Der student, den studenten, студenta, der diplomat, вижу einen, или den diplomaten. И в приложении там она дает, но они все уже, это список слов, но они все уже выбраны вам, я их все выбрала, вот в эту мою табличку. Еще раз, что нам сказали, что прилагательные также в accusative приобретают окончание n, а здесь мы уже это все посмотрели с вами, еще раз посмотрим, а окончание прилагательных у женского и среднего рода совпадают, да, eine neue Lampe, это будет как и новая лампа, так и будет и кого что я вижу, новую лампу. Ein neues Buch, это новая книга, и кого что у меня, что у меня есть, кого что, что я вижу, да, новую книгу. Ein altes Bild, старая картина, или кого что, старую картину, да, а в немецком вы никак это не поймете, там все равно будет приводиться как старая картина, да, так, еще раз, вот эти суффиксы вот здесь у нас, на что смотреть, куда смотреть, да, и вот эти перечень слов, вот он, я все их разбила по группкам, кому интересно, обязательно пересмотрите мое полноценное видео про эндоклинационность, чтобы сейчас на начальном этапе я не загружала вас лишней информацией, окей, наша сейчас идея просто вот этот вот, сейчас лишнее уберем, еще раз подытожить, сейчас вы должны четко отрефлексировать, понять, что у нас в номинате вакузате совпадает, кроме вот этого вот, вот этой вот клеточки, да, а так, считайте, что уже мы два падежа с вами, вот этот падеж рассмотрели, и вот этот рассмотрели, вот, да, и даже прилагательные, после них, как себя ведут, тоже уже увидели это, так, а теперь немножко про глагол, все переходные глаголы, что такое transitiva verben, переходной глагол, это глагол, которого действие этого глагола переходит сразу на дополнение, и вам не нужен здесь никакой предлог, например, любить кого что, schreiben, писать кому там, или что писать, lernen, учить что, suchen, искать тоже что, kaufen, покупать что, bringen, приносить что, да, machen, что-то делать, finden, находить, и они, конечно же, требуют после себя, так как нет никакого предлога, они требуют в винительном падеже дополнения, да, пишу что, делаю что, ищу что, er sucht einen neuen computer, он ищет новый компьютер, и вот сразу мы уже, элементарная фраза, но вот мы уже сразу наткнули, что нам надо знать, что компьютер мужского рода, что он вакузативи, поэтому einen, что neuen мужского рода, предлагательное, тоже будет повторять вот этот n, да, то есть уже всю фразу надо правильно уметь сказать, einen neuen computer. Sie kaufen, они покупают ein gutes Haus, то есть уже надо знать, что Haus среднего рода, поэтому ein, но средний род, покажет не артикль, а покажет прилагательное, ein gutes Haus, это так, отсылка к предыдущему уроку, когда мы склонения уже затронули прилагательных, да, после каких слов, какое окончание, вот, то есть выяснили, что акузатив один из самых важных падежей, с него как раз и начинают, сначала номинатив, конечно же, der, die, das, а потом акузатив, den, die, das, да, отдельно учим в презенте, ich habe, du hast, er hat, haben, habt, haben, те же окончания, но только вот здесь, вот видите, в du, не du habt, st, aber вылетает, а так абсолютно та же классика наша, вот это вот, er, st, t, n, t, n, presence, да, он переходной, поэтому, естественно, он требует дополнения в винительном падеже, er hat einen neuen computer, sie haben ein altes Haus, да, сказали об этом, он имеет один новый компьютер, они имеют какой-то старый дом, так что здесь без акузатива уже никуда, отрицательное местоимение, negative pronomen, kein, никакой, никакая, никакие, он ведет себя, мы уже сказали, точно так же, как ein, ну просто букву к, да, добавьте, и будет то же самое, именительный падеж будет, kein, keine, в женском видно что-то, никакая, в среднем, не сильно-то это видно, здесь neutrum, да, имеется в виду, kein, никакое, и плюраль, keine, тоже видно, что их много, никакие, винительный падеж уже мы можем добавить, естественно, ich sehe keinen Mann, вижу никакого, то есть, никого не вижу, да, видим, это n-окончание, характерное для мужского, keine, никак не поменяется, средний, neutrum, тоже никак не поменяется, нулевое окончание, плюраль, то же самое, показывающее, показывающее, что их много, значит, как мы это переводим, они говорят, er hat keinen компьютer, он имеет никакой компьютер, мы говорим, у него нет компьютера, да, sie haben keine Kinder, они имеют никаких детей, мы говорим, просто у них нет детей, сравните, когда надо kein, а когда надо nicht, kein отрицает существительное, nicht отрицает глагол сказуемое, а также все остальное, можно так сказать, er arbeitet nicht, он не работает, mein computer ist nicht hier, мой компьютер не здесь, то есть вы сейчас отрицаете слово hier, dieses Haus ist nicht neu, вы сейчас отрицаете то, что он не новый, не является новым, понимаете, а kein, он же как артикль, значит, логично, он стоит только перед существительным, то есть все остальное делает nicht, и внимание, союзы, первые четыре союза, здесь отсылаю вас сразу к упражнению, не упражнению, а к номеру, смотрите, где наши союзы, более подробно, вот, 22-ое, сочинительный, подчинительный, что из этого следует, на что влияет порядок слов, как это важно, знать, хотя бы первые вот эти четыре, сочинительных союзов, которые никак не меняют порядок слов, предложений, точно так же вы будете говорить, как и в русском, ничего не надо, никуда глагол перебрасывать, как в других будут случаях, так вот, наше und, aber, oder, sondern, мы соединяем однородные члены предложения, или противопоставляем, да, и получается такая схема, dieses Haus ist nicht neu, sondern alt, этот дом не новый, а старый, sondern, это вот как иначе, а, которое но, которое мы противоречим, да, если вы что-то und соединяете, например, два предложения в одно, оно будет стоять вот здесь, вот, да, и вы просто одно предложение сказали, потом второе, всё, всё как в русском, aber, то же самое, вот вы первое предложение сказали, вот второе, два предложения соединили, или два просто каких-то высказываний, или даже два словосочетания, oder, или, да, ну, то же самое, sondern, и ещё, мы с вами уже знаем, что у нас ещё есть, если кто смотрел там, да, denn, так как, вот denn, сейчас его тут нет, в этом списке, четырёх, как я их называю, да, denn, так как, когда вы объясняете причину, оно тоже не меняет порядок слов, вот в этих вот предложениях, которые вы соединяете с помощью этого самого denn, то есть, und, aber, oder, и sondern, и denn не меняют порядок слов предложений, это очень важно знать. Так, всё, вот нам обзор, всей грамматике, которую будем отрабатывать в лекцион 5, а прослушать, ну, здесь очень мало, здесь будет просто. Лекцион 5, Seite 26, А, Аккузатив, einen Wagen, einen Mann, den Wagen, den Mann, diesen Wagen, diesen Mann, einen neuen Wagen, einen guten Mann, einen guten Mann, c, haben, ich habe, du hast, er, sie, es, hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben, einen neuen Wagen, Beispiele, er hat, einen neuen Wagen, wir haben, eine neue Zeitschrift, sie hat, ein kleines Kind, Seite 27, Text, meine Familie, ich habe, eine gute Familie, bis zum Beispiel, bis zum Beispiel, только конкретно текст переслушивать все пока пока